О его масштабе как художника, как философа, как мыслителя можно говорить много. Он, конечно, был гениальный педагог в том, что он прежде всего вводил вас в пространство культуры. Если вы этого хотели, если вы к этому стремились, не все, но те, кто стремились, получали. Он не был учителем. Это слишком узко для него. Он стал учителем, потому что так сложилась его судьба. Судьба сложилась счастлива и драматична. Это детство, прошедшее в семье музыкантов в маленьком провинциальном Ельцаветграде. Это учеба в Берлине и Вене у Леопольда Годовского и Генриха Барта. Это безупречное владение европейскими языками и полтора года, проведенное во Флоренции. Это юношеская дружба с Артуром Рубинштейном и Карлем Шимановским, его троюродным братом, который стал потом выдающимся польским композитором. Это творческое общение с Владимиром Горовицем, учителем которого был дядя Генриха, Феликс Блуменфельд. Это счастливое и мучительное переплетение судеб двух семей, Нейгаус и Пастернак. Это годы ареста и радость успеха. Это блистательные концерты и многолетние сражения с тяжелой болезнью руки. Это триумфы его учеников и множество литературных трудов, среди которых книга об искусстве фортепианной игры. Слишком маленький человек для больших дел, говорил он о себе. А в авторецензии Генрих Густавович Нейгаус написал так. Пианист средний, музыкант хороший, художник отличный, человек направленный к добру. Мое общение в то время с Генрихом Густавовичем, оно, конечно, мне не открывало до конца всего масштаба этой личности. Вы можете себе представить девчушку, маленькую, воспитанную в советское время в центральной школе, и человеком было 60 лет. Человека, который прожил, уже прожил такую жизнь, человека, который впитал в себя всю европейскую культуру, и еще из семьи ее впитал. Человека, который свободно говорил с детства по-польски, по-немецки, это язык его матери, его отца. Затем по-французски, как все европейцы. И затем по-итальянски, полтора года в Италии, это первая любовь его. Он чуть не женился там. Итальянски, он всегда говорит, это язык любви. То есть, конечно, объем его культуры совершенно не внищался в моей детской голове. На его концертах всегда было битком набито, и публика была отменная, элита интеллигентская была. Мандельштам так просто засвидетельствовал стихотворение, что он там был. Его стихотворение, которое заканчивается, «Разве руки мои кувалды? Десять пальцев мой табунок!» И вскочил, отрихая фалды, мастер Генрих, конек-горбунок. Это так кончается стихотворение под впечатлением концерта Нейгауза. И подумайте, какой образ мастер Генрих, конек-горбунок. Но он и был таким, он был маленький, с пушистой головой. Школа высшего мастерства Примосковской государственной консерватории, Центр советской музыкальной культуры. Луночарский, он был наркомом, но он понимал, видно, в искусстве. Он пригласил Блуменфельда и Нейгауза. Генрих Густавович быстро как-то завоевал позиции. Он был очень ярким человеком. Его обаяние, ну, буквально несравнимо ни с кем. Танечка, что ты хочешь нам сыграть? Я сыграю конец «Отдумного параллета». Хорошо, но потом еще сыграет октавный тюк. Хорошо. Профессора Игуумнов, Генрих Вейзер, Нейгауз, Файнберг давали открытые уроки. Игуумнов гениальнейший педагог. Игуумнов, он не очень любил вот это вот общение с публикой во время урока. Считал, что нужно с учеником один на один. А Наш обожал публику, и всегда у него в классе сидело много народу. Это его природа. Нейгауз был артистом в первую очередь. Он расцветал в этой обстановке. Всегда здесь было очень много народу. То есть это слушатели, которые приходили из других классов, иногда приезжали из других городов. В общем, эти уроки создавали не такую уж совсем рабочую обстановку, но и концертную. То есть какое-то было и волнение, и какая-то напряженность, так сказать. А может быть, это было и полезно, потому что даже когда выходишь на эстраду, то можно даже в чем-то себя чувствовать свободным. Потому что здесь все-таки сидели люди, которые, так сказать, было много народу, но они все были профессионалы. Это были профессора, или доценты, или просто педагоги из других школ. То есть те, кто конкретно разбирается в музыке. Поэтому даже иногда в классе, может быть, играть было более как-то более волнительно, чем на эстраде. Яша, сыграем нам финал из третьего спица Шикарца. Яков Зак стал первым триумфом Нейгауза как педагога. Он подготовил его к участию в международном конкурсе в Варшаве. Тогда, в середине 30-х, не было такого количества конкурсов, как теперь. И любая поездка за границу была редкостью. Участие в конкурсе, а тем более победа, это было делом чести для всей страны. Москва тепло встречает победителей третьего международного конкурса пианистов имени Шопена в Варшаве. Концерты советских молодых музыкантов Якова Зака, Розы Тамаркиной, Татьяны Гольдбарк и Нины Емельяновой пользовались большей громадным успехом. Первую премию на конкурсе получил пенис Яков Зак. Вторую премию получила Роза Тамаркина. Тамаркина не была ученицей Нейгауза. Она занималась в классе другого великого педагога, профессора Гольденвейзера. Но часто приходила к Нейгаузу, ведь двери его класса были открыты всегда. Классная гауза словно магнит притягивает талантливых учеников. 19-летний Эмиль Гилельс, лауреат всесоюзного конкурса, выпускник Одесской консерватории, приезжает в аспирантуру в класс профессора Нейгауза. Субтитры создавал DimaTorzok И вот 1938 год. Новый триумф советской пианистической школы. Новый триумф школы Нейгаузы. Гилельс получает золотую медаль и международное признание на международном конкурсе пианистов в Брюсселе. Другим лауреатом тогда стал ученик Игумного Яков Клиер. Триумфаторов и их педагогов встречали как национальных героев. Есть точка зрения, что он плохо относился к Гилельсу, хорошо относился к Игтеру. А я тут вдруг напала на статью, где он пишет о Гилельсе. Все, что бы он ни делал, пронизано звуковой красотой. Его изумительный, золотой, как его шевелюра, звук полный, насыщенный, теплый, глубокий. Я с трудом назову другого пианиста, в звуке которого было бы столько благородного металла. Это о Гилельсе. И какие после этого могут быть разговоры, что он плохо относился к Гилельсу? Гилельсу Ревностные ученики Гауза немножко поругивали за то, что он, скажем, выбирал себе кумира в классе. И я имею в виду из учеников, естественно, Рихтера, когда Рихтер появился. И для него, так сказать, как бы существовали, конечно, другие тоже. Но вот я это очень хорошо понимаю. Другое дело, что, может быть, с точки зрения чисто педагогической, нельзя было бы так. Но человек был такой эмоциональный, такого невероятного темперамента, эмоционального, что это абсолютно, так сказать, как бы я понимаю это. И я была не попасть в такое, гипнотическое такое, воздействие Рихтера. Генн Гусарович, видимо, испытывал какую-то отечественную любовь к Рихтеру. Вот что-то в этом было, вот понимаете, может быть, что-то связанное даже с тем, что он немец, Рихтер немец. Вот какие-то тут какие-то есть такие вот нити непонятные, невозможно объяснимые, понимаете. Он действительно для него был, наверное, как больше, чем сын. А Рихтер говорил, что он для него, в его лице он обрел отца, второго отца. В 1937 году Рихтер приехал из Одессы, в которой он прожил детство и юность. Одна из учениц Негауза была ему знакома, и она его привела в класс Негауза. Ну, Негауз предложил Рихтеру что-нибудь сыграть. Рихтер сыграл, затем Негауз попросил симпровизировать что-нибудь на тему заданную. Рихтер блестяще это сделал. Потом Негауз ему поставил оркестровую партитуру, и Рихтер блестяще эту партитуру прочел. И Негауз удивленно сказал шепотом, да по-моему это гений. И Негауз спрашивает, а у кого вы учились? И тут оказалась уже совершенно невероятная история, что Рихтер ни у кого не учился. Рихтер приехал к Негаузу уже абсолютно сложившимся, замечательным музыкантом. Но Рихтер все-таки приехал из Одессы. Ему было что взять у Негауза. Это было по существу взаимное обогащение двух интеллектов. Вот этот портрет у Теофиловича висел в этой комнате. Писал этот портрет известная грузинская художница Магалашвили. Она его пишет в тот момент, когда он приехал на гастроли, и в ее квартире за ее инструментом готовится к концерту. Но самое интересное, что Рихтер по рукам предположил, что это одно из интермец Брамса. Он страшно любил Грузию, потому что очень ее любил. Он любил и художников, он любил с музыкантом, он любил просто с людьми разных профессий. Его не любить было, наверное, почти невозможно. Моя бабушка была профессором Добилисской консерватории, а так как Негауз приезжал, естественно, очень часто в Грузию, и в частности в Добилиси, в консерваторию тоже. Его честь устроила консерваторию прием у нас дома. А потом, как я уже сказала, с 9 лет я ему почти каждый год, потому что он каждый год приезжал в Добилиси, и каждый год я ему играла. И поэтому считать себя, так сказать, не ученицей Негауза не могу, потому что вся моя жизнь прошла, пока он был жив, как бы рядом. То есть я всегда пыталась ему играть. А я уже не говорю о конкурсе Чайковского, где я была, как бы официально он был моим консультантом. Встретая студентка Элиссо Версавадзе. Вертуозная с глубоким пониманием музыки Прокофьева, исполняет она его вторую сонату. Он требовал максимального, так сказать, вот все вытаскивая из студента, это было точно. И он, кстати, не жалел для этого ни времени, ни сил, ни энергии. И это было настолько, это было глубоко, и настолько это было, именно отдавался он этому полностью. В 1939 году я была на его классном вечере, и я никогда не забуду, я вот по сей день помню всех, кто играл на этом классном вечере, как они играли. Это были совсем молодые люди, которые, им было по 17, по 18, по 19 лет, а исполнение было, я бы сказала, ну просто высокого, высочайшего класса. Гену Густавичу был совершенно вот какой-то фейерверк и фонтан. Это было, он очаровывал всех, всех попадали под его очарование, особенно женщины, конечно, всегда. Это был какой-то некий ореол, то есть это было не домашнее какое-то привычное отношение к дедушке, а это было что-то вот такое праздничное, сказочное, удивительное. Я была тогда маленькой, мы жили в одном доме, но в разных подъездах, поэтому иногда он к нам заходил, иногда я заходила к нему. Но это было вот какое-то особое чувство, потому что у меня был еще другой дедушка, значит, папа моей мамы, с которым мы жили. Это был совсем другой дедушка, обычный домашний, а это был такой праздничный, необычный дедушка, который я очень любила, немножко рабела. Он постоянно в своей книжке со смиренностью, со скромностью, с самовечеванием пишет о том, что у него никогда не было виртуозности, никогда не было таких пианистических данных, чтобы играть с рапсодией листа, как хотел его отец. И я ему говорил, папа, эти рапсодии листа сыграют какой-нибудь фортепианный племенной жеребец, но не я. Но когда он играл, мне не надо было быть фортепианным племенным жеребцом, но надо было что-то другое. И это что-то другое. Публика чувствовала, слышала. Ну вот, большое несчастье произошло. Он заболел после вот первого всесоюзного конкурса. И он заразился дифтерией. А диагноз не поставили. И у него случился полный паралич. Полный паралич всего. И врачи говорили, он не сможет играть. Это 1934 год. Он почти целый год болел. Потом он вышел, но уже играть не мог. Ну вот тогда он все-таки работал, работал и постепенно начал играть. Но вот эти два пальца на правой руке, вот эти бизинцы, вот эти, он писал всегда, не работают мерзавцы. Никто не догадывался, как ему это трудно. А после болезни он, как о нем пишут, он был очень неровный. А, конечно, у него было слишком много учеников. У него иногда было 32 ученика. Но это же с каждым надо позаниматься. И, конечно, он не успевал достаточно играть. Ему надо было с его руками, во всяком случае, играть больше. Другое дело, Рихтер или Гиллерс, они могли и немного играть. А ему надо было много играть. И Рихтер всегда сердился. Говорил, ну, Гена Густавович, что вы тратите время на этих учеников? Они все равно лучше играть не будут. Он так говорил. Гена Густавовича Зинаи Николаевны познакомились с Елизавет Градзе. Она была очень талантливым музыкантом. Училась в Петербурге у Блюменфельда Феликса Михайловича, родственника Генрия Густавовича. И потом, переехав в Елизавет Градзе, она увидела и познакомилась с Генрием Густавовичем. Она была на его концерте, была поражена. И она сразу захотела, значит, к нему прийти. И она брала у него уроки, была у его ученицы. Так получилось, что они поженились и жили в Киеве. Они знакомы были с Владимиром Горовицем. Очень дружили. Играли в четыре руки, Зинаи Николаевны с ним. Они жили в Киеве и потом переехали в Москву. У них родились двое детей. Старший сын Адик. И на полтора года младше мой отец Станислав Стасик. Так его все звали. Они переехали в Москву. И там Генрием Густавович познакомился и подружился очень с Борисом Леонидовичем Пастернаком. Генрием Густавович очень любил стихи Пастернака. Его как поэта любил. Любил как человека. В общем, они как-то сразу очень полюбили друг друга. Так как-то получилось, что они подружились. Все вместе. Вместе отдыхали. Вместе Ирпень под Киевом. Где, в общем-то, и Борис Иоаннич почувствовал, как сильно он полюбил Зинаи Николаевну. И вначале, конечно, он боролся с этим чувством. Потому что это был его друг. И действительно, год или полтора Борис Иоаннич никак не мог справиться с этим таким сильным чувством. Он признался Зинаи Николаевну. Зинаи Николаевна была, конечно, под впечатлением Пастернака как поэт. И под впечатлением его огромной такой сильной любви. Но, в общем, она очень любила и Генрием Густавовича тоже. И у нее был очень тяжелый момент, когда это все, она, ну, в общем, все как-то неизвестно было, чем это кончится. И все-таки любовь Пастернака взяла вверх. И потом, когда это все случилось, и когда уже боль затихла, удивительно, что эти все люди опять были всю жизнь вместе. И потом Генрием Густавович женился на милиции Сергеевны Бородкиной, от которой у него дочь милиция. Мама была его невестой еще до начала Первой мировой войны. Есть воспоминания Зинаи Николаевны Бастернак, которая тогда приехала в Елизаветград, где все они жили. И как раз она вспоминает, что он всегда гулял под ручку с милицией Соколовой Бородкиной. Это была моя мама. Потом началась война, и, в общем, они расстались. А встретились они уже в Москве, они жили рядом. Генрием Густавович жил с родителями в Трубниковском переулке, ну и с родителями, и с Зинаидой Николаевной, и с двумя мальчиками. Уже были два мальчика. А мама жила за углом на Большой Молчановке. Ну, где-то они встретились. И, надо сказать, я уже родилась в 29-м году. А с Зинаидой Николаевной он расстался, по-моему, в 31-м. Тогда Борис Леонидович Пастернак в нее очень влюбился, и она ушла к Борису Леонидовичу. Ну, я родила в 29-м году, а они расстались в 31-м. Вот, Зинаидая Николаевна уехала с Борисом Леонидовичем тогда на Кавказ. Генрием Густавович писал ей очень нежные письма. И, по-видимому, в одном письме Зинаидая Николаевна написала, может быть, не вернуться к тебе. Такие он нежные письма писал. Так он сразу ответил, нет, ну что ты, может быть, тебе с ним больше нравится, живи пока с Борисом. Вот, так что... А он потом женился, уже оформил свой брак с моей мамой. Потому что сначала у меня в метрике не было отца. Тогда не полагалось, если не официальный отец, то его не писали. Ну, папа жил на даче Переделкина в семье Пастернака. Он очень любил Бориса Леонидовича. И Борис Леонидович очень ценил папу как музыканта. И Гена Густавович очень часто, Мелия Сергеевна, приезжал к Переделкино. И все как-то они дружили. Вы прекрасно знаете о травле Бориса Пастернак, об этой безобразной истории с доктором Живаго. О том, что творилось в Переделкине в это время. Как там Лидия Корнеевна Чуковская об этом вспоминает. Туда пришли Корней Иванович, Лидия Корнеевна. Кто там был? Все разбежались. Все. Но они пришли оба. И они свидетельствуют, кто там был. Там был Мейгаусс, неотлучно. И я читала с гордостью за своего учителя. Потому что при всей своей капризности, непредсказуемости и всех чертах артиста, которые в нем действительно были. Вот в таких ситуациях он, видите ли как, был человеком. И еще как. Для этого нужно было иметь большое мужество. Ты в Киеве будешь играть при Людей Корнеевна, да? Да, он же это играет. Мы же играем за то. Да. Папа мой, Станислав Генрихович, он был совершенно своеобразный музыкант и художник. Хотя он играл тоже Шопена, Скрябина. Это была Нейгаузовская школа, Нейгаузовский звук. Ну, в общем-то, это было совершенно особое дарование. Они стали очень близки, когда папа уже кончал консерваторию. Когда папа уже был, ну, уже оформившимся музыкантом. И Генрихуставович это почувствовал. И тут же взял его к себе ассистентом. Он папу очень ценил из всех своих учеников. Они очень любили друг друга. Очень много концертировали вместе. Но он был совсем другого плана. Он был более замкнутый, более сдержанный, более молчаливый. Стасик был безгранично талантливым человеком. С какой-то вечной трещиной душевной. Нелегко было быть сыном сразу двоих. С одной стороны, Пастернак, которого режим не выносил. С другой стороны, Нейгауз. А он становился жертвой этого отношения. Конечно. Стасик получил по полной программе. Когда он прошел первым номером на конкурс Шопена в Варшаву и должен был ехать. Его буквально что-то с самолета сняли. И не пустили. И Генрих понимал, что это из-за анкеты. Плохая анкета. Папа плохой. Понятно, как режим относился к Нейгаузу. КОНЕЦ Музей Скрябина. Нейгал здесь выступал. Всегда было много народу. Он говорил, что в нотах написано все. Надо только уметь грамотно читать ноты. Но учил-то он как раз тому, чего в нотах не написано. Понимаете? Потому что если играть точно по нотам, то будет очень скучно. Вот он не старался, так сказать, навязать ученику что-то определенное. Он говорил, что вот настоящие, говорят педагоги, говорят, вот надо играть только так. Настоящие, не такие, как я. Вот так мы говорим. А я считаю, что можно играть по-разному. Музыки, как вообще в искусстве, не может быть один лучший. Может быть много лучших. И Рихтер играет прекрасно, и Сафрониский играет, и Нейгауз играет прекрасно. Но все они играли немножко по-разному. Началась война. Адик, старший сын Адриан, лежал в туберкулезном санатории. И они долго не эвакуировались. Геннадий Густавович не мог Адика бросить. Конечно, он не поехал. Ну и вот 4 ноября арестовали. Я помню, мы в этот день, он всегда хотел, что если бомбежка, чтобы я была в бомбоубежище. Сам он там эти зажигалки сбрасывал с крыши. А меня обязательно в бомбоубежище. Вот. И в тот день мы были в бомбоубежище, я помню. Вернулись довольно поздно. Ну и меня разбудили с обыском. А Гера Густавовича уже увели. В ордере на арест было написано, что причина именно отказ от эвакуации. Поскольку он по фамилии и по половине, что ли, происходения немец, решили, что он ждал немцев. Хотя он сразу же сказал на первом же допросе, что я противник гитлеровского режима, и я никак не мог ждать немцев. Следствие шло 8 с половиной месяцев. Не разрешали передачи. Первую передачу разрешили через полгода после ареста. У него уже цинганчил лаз. Практически почти все зубы выпали. Ну и вообще он совершенно голодал. Там их кормили супом из селедочных хвостов и кусок хлеба, и все. Он сидел в тюрьме, когда немцы были под Москвой, и говорил об этом периоде так. От «Отель Лубянка». Ну, вот что вы ему скажете. От «Отель Лубянка». Он шутил. Его спас. Тогда, в то время, Эмиль Григорьевич Гибель смешался в эту историю. Поговорил раз со Сталином. Поговорил два со Сталином. Рискует сам очень много. И все-таки его выпустили из тюрьмы, отправили за Урал. И по дороге еще сумели его садить в Свердловский с поезда. И он остался преподавать в Свердловской консерватории, а не на лесоповале работать. Понимаете? Из Сылкина и Гауза помогло вернуться письмо ходатайства на имя Калинина. Подписали его Иван Москвин, Василий Качалов, Милица Нечкина, Алексей Толстой, Сергей Михалков, Константин Игумнов и Дмитрий Шостакович. Вот несколько строк из письма. Несмотря на свою нерусскую фамилию, Нейгауз является, несомненно, русским советским художником с советским стилем творческих методов. Выдающимся носителем именно русской советской культуры. Возвращение Нейгауза в интересах нашего русского советского искусства. С июля 44-го Нейгауз вновь в Москве. Теперь он преподает не только в консерватории, но и в институте имени Гнесина. К именам консерваторских выпускников добавляются имена выдающихся пианистов-гнесинцев. Вот эта фотография, которую я нежно люблю. Видите, как написано? Дорогой мой, талантливый и горячий, под черту-то, ученицы Верико Наставе на память об искренне любящем, дальше, так называемом учителе. У него в те поры была такая постоянная идея, что он вообще-то не учитель. Что он советник. Вот он просто дает советы, а не учит. Он очень это не любил. Когда я его спрашивала, Геннадьевич, вы любите педагогику? Он говорит, я не люблю педагогику, но я люблю музыку и люблю учеников. 16-летний Алексей Насеткин, ученик 10-го класса Центральной музыкальной школы при Московской консерватории, исполняет этюд Шопена до минор. Когда я учился в школе, мой педагог Анна Даниловна Артабалевская часто своих учеников показывал профессорам. И Нейгаузу, и, скажем, и Гилис, и Юдины, и Флиеру, и Заку, и Аборину. Никому я только не играл. И они все же были, можно сказать, великие музыканты, замечательные. Но все-таки я среди них выделяю, как бы Нейгауз был первый среди равных. Меня часто спрашивают, как он преподавал. Вот как он преподавал. Да очень по-разному. Однажды, например, я позвонила ему летом. Геннадий Густавич, здравствуйте, это говорит Вера Горностаева. Можно я буду играть пятый концерт Бетховена? Пауза. Ну, почему же нет? Это превосходное сочинение, говорит ему учитель. Друженька, запомни на всю жизнь, не важно что, а важно как. Это был первый урок Нейгауза по телефону. В те времена, когда мы здесь занимались, Павел Васильевич Лобанов, он совершенно самоотверженно вел записи его уроков. Аудиозаписи и видео, это просто был его энтузиазм. Для того, чтобы сделать видеозапись, притаскивалась какая-то огромная аппаратура, какие-то огромные ящики, причем розетки не было, поэтому ставили стол, на стол ставили стул, и вот в какой-то из этих ламп включалась вот эта вся аппаратура. В 29-м классе не было ни одной розетки штепсельной. И, значит, единственная возможность была это добраться до люстры, которая была очень маленькой, под самым потолком. Там весь винтит так называемый жулик, и оттуда провести провод, значит, для того, чтобы включить этот магнитофон. Тихонечко открывается дверь, сначала появляется палка, а потом появляется Ген Густавич, и жестом, или говорит, что продолжайте, продолжайте играть, значит, мы продолжаем играть. Вот такие были записи. Его обожали женщины, его обожали мужчины, его обожали, не знаю, музыканты, его обожали художники, философы, любили уборщицы, его любили все, вот нянечки, там все, потому что он ко всем умел как-то подойти. Он никогда не ставил себя выше. Люди, которым страшно подойти, понимаете, они настолько велики, они настолько значительны, что, в общем, сжимаешься невольно. Здесь этого никогда не было, потому что он всегда, причем он не опускался, скажем, до уровня кого-то, там он каким-то образом поднимал людей, тянул людей до своего уровня. До меня дошло письмо от какой-то одной женщины, которая сказала, что она пережила все в жизни, она пережила войну, война высушила ее окончательно, она поняла так, что жизнь для нее кончена, что она уже не видит никакого смысла. И вот она случайно каким-то образом попала на концертные гаузы, на котором он играл, кажется, Шопена. И она вдруг поняла, что ничего не кончилось, и что она может жить сначала. Такое воздействие испытывали буквально все, кто с ним соприкасался. Прихожу на урок. Пришла пораньше, думаю, я поиграю в 29-м классе, думаю, вряд ли он придет в 9 утра. Сидит. Причем один, конечно, потому что никого нет. Он, бедно и видно, решил пости позаниматься. Ну, я, как назло, с Томом Мазурки и Шопена приползла. Ты что? Я говорю, Мазурки и Шопен. А, ну как? Я говорю, ничего не получается. Да? Ну, а что так? Берет ноты, ставит их на пупитр, открывает, начинает играть. Я становлюсь рядом. Два часа на Гаусс играет Мазурки и Шопена. А я ему верчу ноты и слушаю. Потом кто-то пришел, он закрыл ноты, посмотрел, говорит, ну, поняла? Я говорю, поняла. А я поняла, что не надо мне играть Мазурки и Шопена после такого. Ну вот, а потом прошло довольно много лет. В малом зале у меня концерт, я думаю о программе, что мне играть. Я захожу в класс, думаю, ну, хорошо, наверное, что-нибудь поиграю. Смотрю, стоит Том Мазурки. И тут у меня все всколыхнулось. Я, конечно, вспомнила этот урок и думаю, так, это ведь не случайно. Это ведь мне привет от Генриха. Мазурки, Мазурки, открыла. И вот я сидела одна и играла эти Мазурки и плакала. Ну, конечно, плакала, но как? Я же вспоминала все это. И потом поняла, вот теперь я все-таки буду играть в Мазурки. Ему нет в живых. Но этот урок-то у меня внутри остался. Мазурки, 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 мазурки. Мазурки, мазурки, мазурки. Мазурки, мазурки, мазурки. Мазурки, мазурки, мазурки. Мазурки, мазурки. Мазурки, мазурки. Мазурки, мазурки.